И он их будет копить, копить, копить и формировать вот эту огромную такую воздушную сумму, которая просто ужасающе выглядит, и списывать они ничего не будут. Это очень плохо, конечно, последствия плохие и для экономики в целом, и для развития предпринимательства в том числе. Банки же, соответственно, хуже кредитуют в том числе, а списать не могут. И буквально где-то с недели назад в Министерстве национальной экономики было проведено совещание о решении этого вопроса. И предварительно поступило сейчас последнее письмо в адрес национального банка о том, что этот вопрос, он будет решен, но только по части ИПН и только лишь буквально несколько месяцев. Это абсурдно, потому что в том числе реализуемость сейчас программы государства помощи ипотечникам, она рассчитана на 10 лет и в несколько очередей, там три очереди. И вторая и третья очередь только после реализации проектов первой очереди, то есть помощи на высвобожденные деньги. А получается, если сейчас срок, на который будет прощен ИПН, он ограниченный, то вторая и третья очередь реализована не будет. То есть, грубо говоря, стоит вопрос о том, что не будут даже реализованы вот сейчас и такие государственные программы. Почему, например, Министерство национальной экономики сопротивляется этому? Почему они не хотят внести изменения? Дело в том, что этот вопрос вообще раньше находился в ведении Министерства финансов. И, конечно же, это вопрос налоговый. А сейчас он находится в ведении МНР. И происходит вот между этими двумя ведомствами и Национальным банком непонимание полное. И, конечно же, налоговики, они призваны в силу своей специфики работы пополнять бюджет, увеличивать налоговое поступление. И они считают очень просто. Вот если бы банки заплатили, то бюджет бы получил столько-то. Но нужно понимать, что банки не платили и не будут платить. И не смогут. Поэтому эти деньги, они не существующие, они нереальные. И государство как не получало их, так и недополучит. Поэтому уже давайте... Надо это признать. Конечно, надо это признать, простить. В России так сделали. Совершенно верно. Просто скостили. Именно по безнадежным займам, чтобы почистить банк, чтобы дать банкам возможность развивать и двигать предпринимательство, кредитовать. Именно для этого дали возможность почистить. Это нормально, абсолютно. Более того, бюджет не пострадал. Вы упомянули программу помощи ипотечникам. Я знаю, что вы же говорили, что есть какие-то препоны для ее осуществления. Ну, в частности, это как раз-таки вопрос по ИПН и КПН. Именно вот этот. Да, были различные другие вопросы, но были после этого внесены изменения в саму программу, в постановление Национального банка. Сейчас уже движется, уже перечислено около 40 миллиардов тенге и 130 общей суммы в банке второго уровня через фонд проблемных кредитов. То есть процесс идет, и в самое ближайшее время уже будут заключаться новые договоры и рефинансированы займы. Сегодня я, насколько знаю, существует еще одна проблема у банков. Это определенные трудности с платежами по банковским картам. Вот я зачитаю, за первые 4 месяца 2015 года объем карточных платежей внутри Казахстана сократился на 8%. Хотя платежных карточек уже, по-моему, у нас около 15 миллионов в Казахстане. Какие меры нужно предпринимать, чтобы стимулировать интересы к безналичным платежам? Как отучить вообще нас от налички, попросту говоря? В первую очередь нужно понимать, что безналичные платежи это очень выгодное государству и гражданам. Государство в первую очередь потому, что это снижение теневого оборота, повышение налоговых поступлений, увеличение. А для граждан, которые пользуются этими пластическими картами, это, конечно же, в первую очередь безопасность, удобство и простота использования. И вопрос обязательного наличия посттерминалов у субъектов предпринимательства, он усиливается давно и постоянно эти сроки переносят. Откладывают, откладывают, откладывают. Почему? Потому что этому сопротивляют сами же предприниматели. И нужно понимать, что любой бизнес, любой предприниматель заинтересован в получении максимальной выгоды при наименьших затратах. Это абсолютно естественное желание бизнеса. И, конечно же, сокрытие оборотов это главный и основной способ получения большей выгоды. Почему? Потому что ее снижение налогового времени. Поэтому те причины, которые озвучиваются, например, дороговизна самих этих посттерминалов, недостаток даже у банков второго мирового установки, различные комиссии и так далее, это все причины, они есть, но они надуманные. Основная причина, это, конечно же, нежелание бизнеса. Более того, привозятся в пример различные страны Европы, что вот у них там гораздо лучше, у них там нет того, комиссии и так далее. Но давайте тогда обратимся к опыту этих стран, каким образом, через какие тернии они проходили, вводя обязательно именно эти посттерминалы для безналичных платежей. Они проходили точно так же, через такое же сопротивление бизнеса. Это нормально, это очевидно, и для того, чтобы решить этот вопрос, необходимо государству все-таки проявить определенную твердость. Возможно, уже хватит откладывать. Более того, банки сейчас готовы предоставлять бесплатно эти посттерминалы, устанавливать. Единственное, что нужно... Это не такое уж сложно. То есть, если банки откажутся от получения процентов комиссионных по транзакциям, по платежам этим, то государство должно им просто предоставить взамен какие-то другие послабления по другим направлениям. Это не так уж сложно сделать, было бы желание. Но все-таки, конечно же, предпринимательская общественность, она сопротивляется. Это понятно, в принципе, разумно и очевидно, почему. Правильно ли будет решение законодательно ввести расчеты на крупные сделки только без налом? Автомобили, недвижимость и так далее. Мне многие говорят, я уже заплатил налоги с этих денег, и при покупке, допустим, квартиры, я что, второй раз буду платить налоги? Если эти деньги уже чистые, из которых оплачены налоги... Да, ну, зарплаты откладывал человек. Безусловно, в этом тогда проблем нет. Тут, скорее, вопрос стоит не в необходимости такой нормы, а в ее своевременности в определенный период. Например, сейчас, учитывая существующие проблемы, вводить такие требования и такие ограничения, наверное, является не очень целесообразным, потому что все-таки доля наличных у нас платежей, она огромна по сравнению с развитыми другими странами, в которых более развиты безналичные платежи и мобильные банки. Поэтому сейчас взять и ограничить, но это нанести удар в том числе по бизнесу, который занимается... В котором происходит вот этот оборот товаров за наличные деньги. Это нужно, и более того, сами же потребители финансовых услуг будут сами стремиться к тому, чтобы оплачивать безналичным путем. Но это придет чуть позже. Получается такой замкнутый круг, который нужно разрубить. И, к сожалению, разрубить его не остается никакого способа, кроме как проявить твердое государство. Ну да, сильная рука государства, это понятно. Но, может быть, банкам тоже надо самим что-то сделать. Скажем, некоторые банки делают такую практику, как возврат части денег, бонусы. Есть определенные дни, где ты можешь в отдельных магазинах и так далее на автозаправках получить услугу или купить какой-то товар, и часть денег тебе вернется в виде бонусов. Может быть, вот это надо шире? Вот, например, у нас есть один банк, самый крупный розничный банк, и у него такие условия. У них есть мобильный банкинг, интернет-банкинг, и все платежи, которые там проводятся, во-первых, они проводятся без комиссии. А во-вторых, идет возврат от всех сумм 1% в случае, если нет депозита в этом банке у человека, в 1 миллион тенге, по-моему. И возвращается аж 2%, если есть еще и депозит. То есть это отличное стимулирование, во-первых, на то, чтобы люди хранили вклады в тенге, оплачивали безналичным безопасным способом, и при этом получали еще и бонусы. То есть уже сейчас банки этим занимаются. Хорошо. Я хочу спросить вас не просто как юриста, но как, скажем так, сверхпубличного юриста. Я каждый день вижу ваши сообщения, посты в соцсетях. Вот для чего вам это надо? Для чего надо постоянно что-то рассказывать в соцсетях? На самом деле это занимает достаточно большое количество времени у меня. Да. И это та часть работы, которую я провожу в силу своих убеждений, установок. Потому что я точно знаю, что нельзя только забирать, нужно еще и отдавать. И я провожу большую работу разъяснительную. Я стараюсь помогать, участвовать в различных конференциях, проводить семинары на бесплатной абсолютно основе. Для чего? Для того, чтобы поднимать юридическую грамотность, повышать граждан. Это очень важно. На самом деле это работа, которая затратно сложна, но она приносит моральное удовлетворение. И когда я вижу благодарные письма, благодарных людей, которые подходят ко мне часто даже на улице, в аэропорту, в самолете, и говорят, Михаил, спасибо большое, мы там узнали столько нового. Это здорово. Да, но это есть. Но есть же и неблагодарные, есть же и критики. Читаю. Я очень хорошо отношусь к критике, конструктивной тем более критике. И в этом нет ничего зазорного. Более того, если критики нет, значит, если бы ее не было, я бы тогда понял, что я, значит, что-то делаю не так. Критика должна быть. Вообще соцсети и бизнес — это отдельная тема. Но мне кажется, что благодаря таким сообщениям, как ваши, юридические или финансовые, мы становимся все больше и больше подкованнее. Мы обычные люди. То есть, может быть, настанет такое время, когда и юристы не нужны будут, да? Или все-таки нужны? Ну, я хотел бы, чтобы настали такие времена, когда не нужны будут юристы, врачи. Это было бы здорово. А с чем чаще всего обращаются к вам бизнесмены? Потому что мы говорим сейчас о бизнесе. Какие проблемы их волнуют? Вот в соцсетях, в частности. Я не знаю, какие проблемы волнуют именно бизнес именно в социальных сетях, но мы чаще всего сталкиваемся с предпринимателями, когда они обращаются с жалобами, с предложениями, с сетованиями на сложности бюрократические со стороны государственных органов, на припоны различные. Как раз-таки, о чем мы уже говорили, да, когда идет речь о государственных субсидиях, о доступе к дешевым деньгам, о развитии. Потому что очень часто многие предприниматели просто не имеют такой возможности получить. Они были бы рады работать, но в силу определенных причин, в первую очередь, точнее, бюрократических припонов, они этого не имеют. И они обращаются к нам, мы рассматриваем каждое заявление, обращаемся в Национальный банк, обращаемся в другие ведомства, пытаемся как-то помочь, решить, по крайней мере, внести предложения об изменении. То есть мы не занимаемся помощью предпринимателей, это не наша задача. Но мы путем общения и диалога с предпринимателем можем выявлять проблемные моменты и предлагать пути и способы их решения, законодательных в первую очередь. Я знаю, что многие предприниматели просто не подозревают о тех законных путях, с помощью которых можно, скажем, даже выиграть дело в суде. Почему-то у нас будет такое мнение, что суд изначально настроен против них. Это так? Вы знаете, очень большая проблема для предпринимателей существовала и существует до сих пор. Это проблема, связанная с доначислениями НДС, налога на нормальную стоимость, самый такой спорный налог, в результате признания контрагентов либо лжепредприятиями, либо аннулирования их государственной регистрации. То есть добропорядочная компания ведет бизнес и с кем-то проводили какие-то определенные сделки, причем реальные сделки, которые могут показать, передача товаров, услуг. А в какой-то момент по каким-то причинам контрагент был признан лжепредприятием. И тогда страдает добросовестный партнер. И налоговые органы выставляют уведомления о доначислении. И суммы, они бывают огромные. И судебная практика как раз таки была такова, что абсолютно все, практически 100% жалоб, предприниматели жалоб, обращавшиеся в суды, они оставались без удовлетворения по этой части. Именно эта причина становилась основной для прекращения существования успешно бизнеса, который успешно ведется. И с этим нужно что-то делать. И вот в этой части, конечно же, суды, я не могу сказать, правы они были, не правы, но такова вот у нас и судебная система. Более того, высказывается со стороны предпринимателей достаточно большое количество мнений и нареканий в адрес судов о том, что суды чаще всего занимают позицию о приворе государственных органов, не идут навстречу. Ну, есть такие проблемы, в том числе и в судебной системе, их нужно решать. И возвращаясь к вопросу вашему, вы спрашивали, с чем сталкиваются, с чем обращаются, с чем сталкиваются. Вот обращаются, просят посмотреть документы, изучить, есть ли какие-то шансы у них в суде. Мы, конечно, перенаправляем их к юристам, адвокатам, в том числе в Национальную палату предпринимателей. Ну, это то, что нельзя решить одномоментно, опять же. Должно пройти определенное время, чтобы все устаканилось. Ну, кстати, вопрос по ВНДС, ну, почти уже близок к решению, он будет заменен на налог с продаж. Да? Да, несмотря на возможное увеличение. Когда все ждут? Это зависит не от нас, мы все ждем, конечно же, предприниматели ждут. И несмотря на небольшое какое-то возможное, возможно, я повторюсь, увеличение налоговой нагрузки, решится вот этот вопрос по лжепреприятиям и фирмам, которые регистрация признана недействительной, аннулирована. Это будет очень серьезный шаг со стороны государства. Ну, что же, у меня еще очень много вопросов, но, к сожалению, время наше потихоньку подходит к концу. Это была программа «Персональный интерес». Сегодня мы вместе с нашим гостем, председателем Национального фонда развития финансовых услуг, Михаилом Кленчиным, пытались подтвердить старую-старую истину. Люди должны научиться управлять финансами, а не подчиняться им. Программу вел Андрей Зубов. До встречи. Продолжение следует...